Производство Компании Техномуви Великолепная Италия Молизе Прикоснуться к небу и посмотреть вниз, где сливаются история и природа. Земля среди гор, где звуки колокольчиков разносятся по городам и добегают до моря. Регион богатый традициями и разнообразными пейзажами, предлагающий путешествия к вечной красоте. От Кастель-Сан-Венчанца до Сепино Дух Молизе Можно почувствовать на обширной территории национального парка Абруссо, Лацсо и Молизе. Это 20-й регион Италии на стереобразовании. До 1963 года у него были иные административные границы. Именно поэтому его 4400 квадратных километров площади – это сплошь неожиданные уголки Италии, каждый со своими особенностями. Как и в той части национального парка, что принадлежит Абруссо, здесь изобилие воды тоже стимулировало создание искусственных озер. С одной стороны, горы Майнарды указывают путь к Лацсо. С другой, город Кастель-Сан-Венчанццо приглашает нас побродить по горам и долинам Молизе. К 8 веку здесь образовалось монастырское поселение, обозначившее себя монастырем Сан-Венчанцу-Аль-Вултурно. Он был несколько раз разрушен и перестроен. В 20 веке церковь восстановили. Городок Черру-Аль-Вултурно тоже связан с историей монастыря. Считается, что центр города основан аббатом из Сан-Венчанцо. Строительство замка началось только в 15 веке по образцу более древних средневековых крепостей. Об истории Вултурно могут поведать даже старые крепостные сооружения в Скаполе. В этом городке на вершине холма сохранились многие черты средневекового центра, как, например, пешеходная дорожка по всему периметру крепости. А за стенами можно услышать звуки традиционного музыкального инструмента, который является символом Скаполи. Мои деды были волынщиками, мой отец волынщик. Мы живем в городе волынщиков и поддерживаем эту традицию, не даем ей умереть. Это очень древняя традиция, которая возродилась благодаря искусству ремесленников Скаполи. Зампоны или волынки на протяжении многих веков составляли неотъемлемую часть сельских жизней. Под их музыкальное сопровождение происходили все виды деятельности, которыми занимались здесь. Приверженность местной культуре выражается и в международном фестивале, который устраивают здесь в конце июля. А музей волынки круглый год демонстрирует происхождение и распространение этих инструментов. Но окружающая территория принадлежит не только пастухам со стадами овец. Ныне Скаполи кажется сонным, но когда-то он был процветающим городом. Монахи-бенедиктинцы из Сан-Винченцо основали Колли Аволтурно в стратегически важном месте. Впоследствии городом и прилегающими территориями правили несколько феодальных семейств. Район Волтурно обязан своим названием самой протяженной и полноводной реке Южной Италии. Она протекает по западной части Молиза. Многие города сохраняют облик эпохи феодализма, когда жилые дома строились вокруг замка и церкви. Об этом прошлом напоминают колокольня и башня рядом со старым центром города Макья-де-Зерния. Здесь встречаются места, которые, кажется, созданы для того, чтобы превратить наше путешествие по этим землям в нечто особое. Горы нависают над городками необычной формы, такими как вытянутые, компактные Монте-Родуни. Даже его замок с четырьмя круглыми башнями и элементами оформления эпохи Ренессанса словно вышел из сказки. Рассказывают, что в 19 веке здесь произошло несколько божественных видений, что привело к возникновению крупного религиозного центра. Сегодня храм Пресвятой Девы Марии один из главных центров духовной жизни Молизы. Он выстроен из местного белого камня в неоготическом стиле и расположен неподалеку от города Исерния. Изерния с населением чуть более 20 тысяч человек современная наследница города, возникшего между двумя глубокими долинами. В современном городе, длинном и узком, несколько раз восстановленном после землетесений, можно найти следы его древнего происхождения. Исерния является столицей провинции с 1970-х годов. Она унаследовала земли, на которых в античности жили сомниты. Это итальянское племя долгое время сопротивлялось римскому завоеванию. В последующий период оставил нам некоторые общественные и религиозные сооружения, в частности, соборную церковь, в которой построена хижина святых Козьмы и Дамиана. После нескольких нашествий варваров средневековый город вернул себе управление территорией. Владение меняли хозяев, и многие окружающие районы перешли в подчинение Исернии. Одним из городов, чья история оказалась связана со столицей, был Песке. От феодального периода в нем остались руины замка на вершине холма, утопающие в зелени. Название Песке происходит от латинского «Пескуму», что в древние времена означало скалу, на которой строились города. Поэтому в гористых районах часто встречаются поселения, в названиях которых отражено их положение на вершине холма. Это относится и к городу Пескаланчана, в котором находится одна из крупнейших крепостей региона. В XVI веке феодальная власть перешла к семейству Д'Алессандро, которая вложила средства в укрепление замка, датируемого рубежом XI века. Несколько отдельных сооружений были объединены в гексагональную конструкцию. Через несколько километров к северу в скалистом амфитеатре расположился горный городок Пьетро Бонданте. Он находится на высоте тысячи метров над уровнем моря. Дома отвоевали себе место у зазубренных вершин горного массива Моржа. На его фоне видняется церковь Ассунта. Местные камни стали знамениты не только благодаря горам, возвышающимся над городом, но и тем, что здесь когда-то было поселение сомнитов. на окраине города находятся одни из крупнейших в регионе археологических раскопок. Символом города Аньоны являются колокола, отличительный признак множества колоколин, характерных для города. Его происхождение теряется между гипотезами и легендами, но с античных времен и до наших дней его историческое и культурное значение неуклонно возрастало. В этом городе сокровищ из любого места видна как минимум одна колокольня. Благодаря множеству литераторов и мыслителей, уроженцев города, он заслужил звание Сомнитских Афин. Одно из самых известных зданий церковь Сант-Эмидио 15 века с готическим порталом, созданным местными художниками. К архитектурным красотам Аньона приложили руку и венецианские мастера, что видно по изображению льва. Но думая о символах Аньоны, мысленно всегда возвращаешься к его колоколам, наследникам древней традиции, которая во всех аспектах от инструментов до старинных изделий представлена в городском музее. Эта традиция предполагает наличие не только технических навыков, но и увлеченности, одухотворенности при создании предметов бесценной значимости. В Аньоны льют колокола с 11 века. Литейная мастерская Маринелли изготавливает колокола, начиная с 1339 года, без перерывов. У Аньонских колоколов совершенно особое звучание. Мы считаем, что у наших колоколов есть душа. Душа, голос которой много веков, слышится далеко за пределами не только Аньоны, но и всей Италии. Десятки поколений аньонских летейщиков изготавливают колокола, используя сложную технологию, которая требует создания новой формы для каждого колокола. В результате многомесячных трудов и ожидания появляются уникальные изделия ручной работы, среди которых не встретить двух одинаковых. Наши путешествия по неповторимой природе Молиза продолжаются в сторону морского побережья. Мы пересекаем восточную территорию региона недалеко от границы Собруццо. Ваньоны слово «бронза» ассоциируется с колоколами. В других местах оно обычно имеет отношение к археологическим находкам, как, например, на месте древнего поселения близ города Тривенто. Старинные дворцы исторического центра сосредоточены на самой вершине холма. Длинная ступенчатая дорога ведет между домами к собору романского стиля святых Назарио и Челсо. Его колокольня, построенная в античные времена, стоит на месте еще более древних религиозных сооружений. Соотношение городов и природы Молиза представляет собой парадокс. Между городами обширные незаселенные пространства, при этом площадь его территории превосходит только один регион Италии. Валле Даоста Похоже, прогресс почти не повлиял на аутентичность региона с богатой историей и хорошо сохранившимся прошлым. За лесами и холмами, в окружении оливковых рощ, мы встречаем еще один город, богатый обычаями и традициями, о которых стоит рассказать. Есть сведения, что владелец феодального поместья Чивита Кампо-Морано получил этот замок в качестве компенсации за коварное обеспечение победы Альфонсу Арагонскому, которое позволило тому завоевать Неаполитанское королевство. До объединения Италии большая часть Молизы входила в состав Бурбонского королевства. Эти пейзажи, тесно связанные с крестьянской жизнью, использовал в качестве места действия своих романов писатель Франческо Йоввина, уроженец Молизы. Писатель родился в Гуарде-Альфьере в начале 20 века, когда искусственного озера еще не существовало. А город сформировался в Средневековье вокруг крепости, воздвигнутой для обороны долины реки Бифярно. Считается, что во время Второй Пунической войны в этих местах побывал Ганнибал. Мост, которым мог воспользоваться полководец для переправы через Бифярно, ушел под воду в 1970-е годы, когда здесь появилось рукотворное озеро. В настоящее время над его поверхностью протянулся виадук протяженностью 8 километров. Бифярно — крупнейшая река, целиком протекающая по территории Молиза. Ее русло указывает направление к Адриатическому побережью. К северу от устья реки на горизонте появляется главный морской курорт региона. Термоли — единственный морской порт Молизы и второй по численности населения после Кампо-Бассо. Исторический центр расположен на мысу. За городскими стенами приютились дома старого квартала. Оборонительная система города сформировалась в основном в XIII веке, когда Фридрих II превратил Гавань-Термоли в перекресток торговых путей и отправной пункт для крестовых походов. Замок построен в тот же период, а собор, один из крупнейших в регионе храмов романского стиля, возник в XII веке. Термоли расположен в самой середине песчаных пляжей Адриатического моря, протянувшихся на 38 километров. Историческая близость к побережью способствовала контактам с народами, населяющими Средиземноморье. Эмиграция в Южную Италию в XVIII веке оставила свой след на таких городах юга Молизе, как Урури. Здесь распространен албанский язык. Он является неотъемлемой частью местной специфики. Молизе – регион, гораздо больше связанный с земледелием и овцеводством, нежели с мореплаванием. Теплые цвета возделанных полей покрывают холмы и немногочисленные равнины. Здесь часто можно встретить массырии – крупные сооружения в центре больших земельных владений, которые на протяжении веков определяли ритм жизни крестьянских хозяйств. В Римскую эпоху обилие сельскохозяйственных ресурсов превратило Лорино в крупный экономический центр. В средние века его обитатели селились на плато, чтобы защитить себя от нападений венгров и сарацинов. Средневековый центр расположен недалеко от бывшего римского поселения. Здесь, среди современных зданий, можно увидеть амфитеатр эллиптической формы, обнаруженный в результате археологических раскопок XX века. Это одно из крупнейших древнеримских общественных сооружений в Молизе. Он может вместить до 18 тысяч зрителей. Во времена античности на месте нынешней столицы региона существовал другой город. В городе Кампо-Бассо сохранились следы прошедших столетий. Замок XV века построен семьей Монфорте, много сделавшей для благосостояния города. Граф Кола вложил значительные средства в строительство крепости, несмотря на то, что власть в городе перешла от его союзников, представителей Анжуйской династии к Арагонской династии. Расположенная ниже замка Церковь Святого Георгия в романском стиле в средние века была главным центром религиозной жизни. Она названа в честь святого покровителя города, который, по легенде, чудесным образом спас его жителей во время одного сражения XIII века. Извилистая улочка карабкается по средневековому кварталу к церкви. Со временем город разросся дальше в долину. На протяжении XVIII и XIX столетий в долине возникли аристократические дворцы и виллы, воплотившие мечту о городе Саде, обширных зеленых пространствах со столетними деревьями. Культурное наследие Кампо Бассо включает и свидетельства его происхождения. В историческом центре города находится музей сомнитов. В его залах сотню артефактов, раскрывающих различные аспекты повседневной жизни этого итальйского народа. Римлянам удалось подчинить себе этот народ только после ряда жестоких сражений. Три сомнитские войны, происходившие между V и IV веками до нашей эры, могли полностью изменить историю колонизации Южной Италии. Но римская армия вышла победителем, и начался медленный процесс интеграции сомнитов в Римскую Республику. В ходе войн был также разрушен древний Сеппинц, недалеко от Кампо-Бассо. Римляне восстановили город, дав ему название Сеппинум. Хорошо сохранившийся театр в окружении дворцов XVIII века подтверждает, что такие античные сооружения использовались на протяжении двух тысяч лет. Археологические раскопки в Сеппинуме выявили сохранившуюся городскую структуру от общественных зданий на форуме до термальных бань. Открытие таких мест – символический жест, который придает региону Молизе ту ценность, которую он заслуживает, и теперь, в конце нашего путешествия, он уже не кажется слишком маленьким. Потому что, в конце концов, он тоже великолепен, как и другие, бесконечно многие уголки великолепной Италии. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова